Самые ловкие, быстрые и умелые проводят этот летний день в альпийской деревне. А день этот непростой, олимпийский, 25-й по счету. Но в этом году он особенно не только из-за круглой даты. 25-й, юбилейный, плюс олимпийский год, плюс наш триумфальный успех в Сочи. То есть это все, настолько сейчас спорт в фаворе полностью, особенно у детей, у родителей, которые с удовольствием ведут детей в спортивные секции. Этим нужно пользоваться, потому что другой такой уникальной возможности привлечь детей, оторвать их от каких-то, ну, других занятий, у нас может и не предоставиться. Поэтому Олимпийский день, как никакой праздник, именно направлен на то, чтобы нам популяризировать спорт, популяризировать здоровый образ жизни. В Олимпийский год все с особым характером. Любое дело, за которое не возьмутся ребята, все о нем. О его величестве в спорте. Вот и на асфальте в детских рисунках просматриваются штрихи их еще юнной, но очень насыщенной жизни. Я рисую себя, как я занимаюсь. А каким видом спорта? Гимнастикой, художественной гимнастикой. Это у тебя такие косички здесь, да, я так понимаю? Это хвостики. А, хвостики, ну ясно. Ну а вообще, какая тема у вас, конкурс? У нас тема конкурса – нарисовать Олимпиаду или как ты занимаешься. Ну ясно, мы желаем тебе победы, спасибо. Для тех, кого рисованием не удивишь, нормы ГТО. Прыжки, отжимания, подтягивания, бег. Очень хорошо, мы бегали, прыгали, отжимались, сдавали нормативы. Мы получили призы, сдавали нормативы. И рады. Спортом занимаетесь? Да. Каким? Художественная гимнастика. Классно. Так, почему вообще человек спортом должен заниматься? Для здоровья. Для здоровья. Для здоровья. Для здоровья. Чтобы вы пожелали людям, которые еще пока не занимаются спортом. Я бы пожелала, чтобы они идут, занимались, чтобы их брали, ну они стремились к лучшему, ну тренировались хорошо. Присутствуют на Олимпийском дне не только начинающие атлеты. Как пример для них, сегодня человек, который уже состоялся как спортсмен. Владимир Сморчков. Чемпион мира и Европы по тяжелой атлетике сегодня рассказывает ребятам о том, как добиться успехов в жизни посредством спорта. Очень приятные эмоции я получил здесь. Замечательный праздник, замечательная организация. Дети, вижу, глаза горят у них. Они хотят заниматься спортом, хотят побеждать. Мне очень приятно видеть вас. Дата празднования Международного Олимпийского дня совпадает с датой создания Международного Олимпийского комитета. Случилось это 23 июня 1894 года, а праздник отмечают с 1948. Изначально так планировали привлечь внимание молодежи к спорту. Устраивали массовые забеги на длинные дистанции, различные спортивные игры для детей. Прошло уже 66 лет с момента появления Олимпийского дня. А цели преследуют все те же. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова